Добрый день! О главном в Архангельске регионе к этому часу расскажем прямо сейчас. С вами Олеся Кокина. Сегодня ночью из-за несоответствия требованиям безопасности были закрыты три пешеходные ледовые переправы. Они связывают 23-й и 22-й лесозаводы, экономию с Реушингой. Также закрыта переправа между 24-м и 26-м лесозаводами. Для перевозки пешеходов с 6 утра начали ходить буксиры. Их расписание можно узнать на сайте администрации Архангельска. А по телефону, номер которого вы видите сейчас на экране, вам расскажут о работе остальных переправ. В Архангельске стартовала неделя финансовой грамотности. Это всероссийский проект. Одно из его направлений – просвещение школьников. Образовательный проект Министерства финансов России работает в регионе третий год. На этот раз школьников пригласили в Дом молодежи. Подростки от 12 до 15 лет совершают немало самостоятельных покупок. Что нужно знать и учитывать, отправляясь в магазин или на сайт? Планировать доходы и расходы ребят учили в форме игры. Уже скоро дети вступят во взрослую жизнь и их благополучие, их успех реализации, их надежд и планов как раз зависит от того, насколько они умеют общаться с деньками, насколько они дружат с личными финансами. Шесть новых центров патриотического воспитания откроются в этом году в Архангельской области. Как правило, они открываются на базе уже существующих спортивных или спортивно-патриотических клубов. У многих школьников региона появится возможность участвовать в различных акциях, таких как вахта памяти и дороги войны. Они будут заниматься подготовкой молодежи, то есть их патриотическим воспитанием, подготовкой к службе в армии. Это могут проводиться занятия, как военно-исторические игры, могут проводиться уроки мужества. А сейчас в поселок Абазерский Плесецкого района в местном филиале Новодвинского индустриального техникума появился новый тренажер. Он позволит учреждению готовить операторов лесозагодовительных машин. Для Абазерского филиала Новодвинского индустриального техникума это событие можно назвать историческим. Харвестер пополнил технопарк учреждения благодаря помощи давних партнеров – группы компании «Титан» и промышленного гиганта Архангельского ЦБК. Теперь можно будет обучать ребят по специальным программам и готовить полноценных водителей категории «Д» и «Е», что является гарантией трудоустройства на крупных производствах. Мы видим, что без обновления материальной базы учебных заведений каких-либо результатов на сегодняшний день достичь невозможно. Поэтому одну из машин, которая хорошо зарекомендовала себя в наших условиях, на ней работал опытнейший экипаж, эту машину мы передаем в техникум. Науку вождения и управление большой техникой в филиале сегодня осваивают 20 студентов. По завершению учебы ребята получают диплом о полном среднем образовании, специальность трактористов, а также операторов – форвардера и харвестера. Завтра Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО проводит День единого приема граждан. По сути, это день открытых дверей. Каждый может прийти в службу судебных приставов по месту жительства, чтобы узнать о состоянии задолженности, если такова имеется, познакомиться с материалами исполнительного производства и получить юридическую помощь. Итак, День единого приема граждан 12 апреля с 14 до 18 часов во всех структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов. Соловецкие острова вошли в десятку самых популярных мест для паломнических поездок. Такие данные опубликовало аналитическое агентство Турстат. Рейтинг возглавили Сергеев Посад из Венигород, далее Нижегородская и Ярославской области. На четвертом месте – Карельский Валаам. Соловки занимают восьмую строчку в рейтинге. Сейчас паломническим туризмом в России увлекается 5 миллионов человек в год. Это до 10% рынка внутреннего туризма. Сегодня в Архангельске стартовала Всероссийская спартакиада специальной олимпиады. В Центре развития спорта Норт-Арена в эти минуты работает наш корреспондент Алексей Карельский. Алексей, здравствуйте. Много ли спортсменов зарегистрировалось для участия в спартакиаде специальной олимпиады? Что особенного в этом? Да, Алексей, добрый день. Хочу сразу отметить, что Архангельск уже во второй раз принимает Всероссийскую спартакиаду специальной олимпиады. В течение недели в Норт-Арене будут проходить соревнования по настольному теннису, а в зале детско-юношеской спортшколы номер один по волейболу. В гости к нам приехали более 140 спортсменов из 14 регионов. Можно сказать, что география расширяется. Дебютируют на состязаниях участники из Мурманской области и Тюменской области. Надо сказать, что главная цель соревнований, естественно, не только покорение спортивных вершин, но и адаптация людей с нарушениями интеллекта. В частности, этому способствует такое направление, как Юнифайт. В программе Юнифайт на столе денис и Юнифайт волейбол. Это означает, что одновременно на площадке с ребятами, у которых нарушение интеллекта, играют и обычные спортсмены. Первым это помогает комфортнее чувствовать себя в обществе и развиваться. Соревнования только начались. Подробнее о них мы расскажем уже в следующих выпусках. Спасибо, Алексей. Мой коллега Алексей Карельский сейчас работает в Центре развития спорта Норд-Арена, где проходит Всероссийская Спартакеада специальные олимпиады. Сюжет об этом он подготовит в ближайший выпуск новостей. К этому часу все. Мы продолжаем следить за информационной картиной дня. До встречи в 16.00. Субтитры создавал DimaTorzok